привет меня зовут евгений фуко и сегодня я вам расскажу о том как тонировать видео под hdr то есть это не настоящий hdr это стилизация тонирование так как это видео оно вечно пережато не футажи реда к сожалению и вылазит очень много шума и так как каждый пиксель может тонировать вокруг себя очень много пикселей ну как то так в общем в результате может очень заметно прыгать яркость при движении и в частности при движении шума но в принципе этот плагин может быть полезен в каких-нибудь случаях не знаю честно говоря в каких но в каких то может быть полезен вот собственно вот результат и вот собственно плагин с помощью которого это делается называется он атлас его делает человек с фамилией minning раньше его сайт назывался minning de возможно он вам знаком по плагину нормалити который тоже весьма 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 интересный и полезный плагин бесплатный доступен для after effects 4 под винду и под для cs5 для мака но так как плагин в принципе с открытыми исходниками и бесплатный и использует открытые алгоритмы тонирования то есть очень большая надежда что его когда-нибудь сделать и для cs5 возможно не сам автор а кто-нибудь другой просто скомпилирует собственно видео которое я обрабатываю снял алексей тараненко вот его канал на ю тубе и ну в общем все сейчас покажу для начала берем какой-нибудь футаж перетягиваем на иконку создания новые композиции хотя наверное нет я создам наверно новую композицию с разрешением 960 на 540 это одна четверть отожди потому что плагин очень 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 медленный очень очень много ресурсов потребляет и поэтому для цели этого туториала наверно это будет быстрее нажимаем правой кнопкой по футажу выбираем transform fit to comp после чего мы его перекомпозим с галочкой move all attributes это нужно сделать для того чтобы он обрабатывал чтобы любой плагин уже повешенный висящий сверху этого футажа обрабатывал только результат уменьшение размера а не все видео а потом уменьшил размер это важно теперь ищем наш плагин называется он атлас применяем сюда и видим как все просто приходит превосходно и прекрасно на самом деле все это потому что плагин работает только в режиме 32-битном режиме цвета для этого нажимаем на вот эту вот кнопочку 8 bpc бит про чем на или величит такое с помощью левой кнопки мыши и зажатой кнопки alt 16 лет и 32 бита и вот уже появилась какая-то картинка на самом деле у этого плагина есть несколько вариантов несколько алгоритмов по которым он может обрабатывать видео или фото но для обычного видео с обычной камеры подойдут только два первый называется мантюк 06 который по умолчанию немножко с убранной сатурацией но тоже в принципе очень красиво можем зайти в его настройки и поставить сатурацию на место 08 написать 2 и сразу цвета появится можем написать 0 и будет все черно-белая почти красивая вернемся на единичку и в принципе все если плагин вытягивает после себя очень много шума то можно применить какой-нибудь шумодав возможно в некоторых случаях это придется делать до того как применять плагин атлас потому что после его модификации не каждый шумодав воспримет то что получилось как шум и второй применимый к обычному видео алгоритм называется fatal вот это уже что-то больше похоже на типичные типичные ждут только только нужно немножко поменять настройки например первая настройка альфа и бета это собственно уровни размытия или еще чего-то альфа можно закрутить все можно закрутить вниз альфа можно закрутить вверх насколько вашей душе угодно и получить уже такое вот грубое грубое тонирование вот у него еще вкладочка noise reduction но она не очень мне показалось полезно потому что она как-то давит шум таким образом что и тонирование исчезает скорее всего это просто имеется ввиду общее смешивание каналов и и галочка old метод которая почему-то не работает ну или их не старый метод был очень очень хорош а нет это все все просто другие с другими числами она немножко оперирует все 5 можно загнать бету вниз и альфу вверх и в общем по вкусу ну вот собственно и все чего я хотел рассказать такой замечательный плагин который подойдет в каких-то крайне редких случаях который очень очень медленно работает особенно в режиме full hd при обработке видео и ну в общем удачи